Малые формы – большое значение. Какие скульптуры появятся в регионе уже в ближайшее время и где? Эти вопросы обсудили на заседании рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области под председательством главы региона. Напомню, подобная работа уже велась, правда, только в пределах Самары. Тогда, по инициативе Дмитрия Азарова, когда он еще был мэром областной столицы, был сформирован комитет «Культурная Самара». Новая рабочая группа выросла, увеличился и охват территории. О том, что еще не успели увековечить, но собираются – наш следующий материал. Шаляпин, Шостакович и Баян. Казалось бы, что их объединяет, кроме музыки? Многое. Они совсем скоро могут появиться на улицах Самары. Скульптурные композиции и памятники выдающимся деятелям и изобретениям. В шорт-листе предложение по установке на ближайшие пару лет. Туда отбирают самые удачные проекты. Инициатива исходит от общественности. У нас здесь не предусматривается вообще выделение бюджетных средств. Это все инициатива людей, дарителей, энтузиастов, которые готовы вносить свой вклад в развитие нашего региона, создание комфортной городской и сельской среды, привлечение внимания жителей региона к своей истории, к своей культурным традициям, к удивительным, уникальным личностям, которые жили, творили на территории Самарской области. Опыт в реализации такой амбициозной задачи более чем успешный. В рамках работы комитета «Культурная Самара» в областной столице появилось 19 новых малых и не очень таких, как дядя Степа, архитектурных форм. Мы видим, что и Бурлаки, и Буратино, и Швейк, и Деточкин, и Сухов. Вокруг не всегда очень много людей, туристов, детей, жителей. И это означает, что наша работа действительно востребована. И результаты ее людям крайне важны. Знакомые жителям города, любимые туристами, памятники, скульптуры, арт-объекты помогают человеку самоидентифицировать себя с местом, где он живет, объясняют эксперты. Воздействие на городскую среду через художественную интерпретацию ее смыслов это очень важно для того, чтобы почувствовать себя горожанином и почувствовать свое место, свою родину, ощущение своего места. Чем больше слоев культурного ландшафта вскрывается и интерпретируется художественно, тем интереснее жить. Чтобы не заблудиться в культурном пространстве, его надо оцифровать. Чтобы каждый житель и гость Самарской области всегда мог сориентироваться. Создать единое информационное поле для всех культурно значимых объектов в регионе предложили участники рабочей группы. Каждый маломальский большой город, претендующий на всероссийскую или всемирную значимость, он проводит продвижение себя в сети. Важно это сделать качественно, не потеряв общественные инициативы. Общественная инициатива – залог развития общественного пространства. Важно, чтобы она была не пустыми словами, а конкретным проектом. Например, Самарский баян. Созданный столетия назад здесь, в будущем он станет современной, интерактивной и музыкальной во всех смыслах скульптурой. Сейчас идет обсуждение, где ее установить. Одно из предполагаемых мест – площадь сельского хозяйства. А это уже фундаментальный объект – памятник Дмитрию Шостаковичу. Монумент автору легендарной седьмой ленинградской симфонии, написанной здесь, на Самарской земле, также может появиться в скором времени, в одном из скверов у театра оперы и балета. Ведь именно там она впервые была исполнена. Идея об этом звучит давно и исходит от людей. Конечно, нужны малые формы, безусловно. Они нашу жизнь делают более подробной, что ли. И когда без таких вот милых каких-то кустиков, какой-то сквозняк такой архитектурный. А эти памяти заставляют остановиться. Вот я сейчас потерла даже носик у него. Мне дальняя дорога предстоит. Думаю, ну вот, возьму с собой это воспоминание. Надо подумать, может быть, какое-то еще особое внимание уделить нашим русским композиторам, которые вот жили, творили в свое время здесь, именно у нас. Ну, вообще замечательно, что в Самаре становится больше памятников. В частности, памятник дяде Сёпе, который появился у нас вот здесь вот на Ленинграде. Я считаю, что это своего рода культурное лицо города. В списке скульптурных композиций на ближайшие три года уже больше 20 претендентов на установку. Часть из них уже имеет завершенный проект, часть пока только идеи. Внести свои предложения может любой. От этих идей зависит то, как будет выглядеть область. Анастасия Зубарева, Александр Каракулько, Новости губернии.